С вами я, Александр Дремух. Александр Дремух. Александр Дремух. Александр Дремух. Александр Дремух. Александр Дремух. Первый канал. А сейчас материал для тех, кто работает в пресс-службе. Исполняется 10 лет с момента, как я ушел из Центра Телекома. Руководителем пресс-службы, который я проработал тоже почти 10 лет. И это был конец 90-х и начало 2000-х годов, когда пресс-служб у компании еще не было. Это была еще другая страна. Потом понадобилось это звено коммуникации с потребителями. И начали организовываться пресс-службы в самых разных конторах. Я участвовал в организации пресс-службы Юго-Восточной железной дороги. И работал там редактором студии телевидения и радио. Мы делали телепрограмму Юго-Восточный экспресс. Позже она называлась «Магистраль». Кстати, эта программа есть у меня в архиве. В Центре Телекома я проработал до декабря 2010 года. Мы обеспечивали такие значимые проекты, как введение повременного учета стоимости телефонных разговоров. Введение интернета в Воронеже это совпало с массовым введением интернета в России. То есть сначала это были модемы, которые звонили по телефонной линии. Потом это были уже модемы, которые делили телефонную ветку на две частоты. Можно было пользоваться телефоном и интернетом одновременно. Сейчас это оптическое волокно, которое пришло в каждый дом. Сейчас другая эпоха, и новые технологии очень быстро внедряются в нашу жизнь. Тогда приоритетом работы компании был проводной телефон. Сейчас уже мало кто знает, что такое проводной телефон. Дети даже не очень представляют, что это такое и для чего это нужно. Лично я сделал так называемый комплексный информационный проект с реализацией на телевидении, радио и в газете, по которому я, кстати, защищался. Это телепрограмма «Время связи», газета «Время связи» и радиопрограмма «Время связи», а также мы ввели интернет-портал. Это делал фактически я сам. Мне помогали какие-то люди, у которых есть специфические знания, но по факту курировал все эти процессы я сам, что позволяло нам избежать фактических ошибок полностью. Как известно, наша жизнь наполнена контрастами. Кто-то строит, а кто-то ломает. Мы долго сомневались, давать ли в эфир следующий материал, думали, может, скоро все наладится. Но нет, прошло несколько месяцев, а ВОЗ и ныне там. Уже каждый десятый абонент в Воронеже столкнулся с тем, что в его квартире замолкал телефон. И вины связистов тут нет. В городе орудует вандал, который бессмысленно и беспощадно перерезает телефонные кабели в подъездах жилых домов. Около 7 тысяч пострадавших, несколько миллионов рублей ущерба и около полутысячи неработающих телефонов в городе ежедневно. И, к сожалению, конца этим преступлением пока не видно. Криминальная хроника с места событий в следующем материале. С весны текущего года Воронеж терроризирует телефонный вандал. Ежедневно он перерезает телефонные кабели в подъездах жилых домов, оставляя без связи сотни абонентов. И несмотря на то, что у большинства горожан уже давно есть мобильные телефоны, беспроводной связи воронежцам обходиться сложно. По сотовому уже не поговоришь часами, дорого. Причем люди остаются не только без голосовой связи, но и без доступа в интернет, без охранной сигнализации, тех услуг, которые также приходят в дом по телефонным проводам. На самом деле шквальный отток пользователей проводными телефонами как раз совпал с моим уходом из компании. Кстати, после своего ухода я не читал ни одной статьи, которая бы так или иначе пропагандировала проводную связь, в которую были вложены колоссальные ресурсы. Вот это телефонные коммуникации подземные, проводка этих телефонных кабелей до домов, АТС новый и так далее, там подобные колоссальные ресурсы. Сейчас это никому не нужно, потому что есть сотовый телефон, он хорошо разрекламирован, он легко доступен, и вроде бы проводная связь не нужна. Хотя на самом деле мировая практика показывает, что там есть не только проводная связь, но и таксофон. Просто у нас в России все идет по своему сценарию. Чтобы обеспечить максимальное качество телекоммуникационных услуг, в которые входит и телефон, и скоростной интернет, связисты заменили в Воронежской области практически все центральные телефонные станции на новые цифровые АТС. Теперь и на селе стали доступны самые современные сервисы. Это помещение теперь УПЭ, АТС и радиоузла Воробьевского линейно-технического участка Таловского цеха электросвязи. В данный момент здесь установлена станция Си-3000, взамен вышедшей из эксплуатации станции Квант квазиэлектронные. Она занимала достаточно большие арендуемые площади. Ну и самое главное это то, что все-таки станция Квант, она не обеспечивала должного качества предоставляемых услуг. В связи с этим было принято решение о замене центральной станции. Вот что мы практически в этом году и сделали. С пуском новой станции мы практически ликвидировали все блокираторы в селе Воробьевка. То есть спаренных абонентов здесь не стало. Субтитры сделал DimaTorzok Последний проект, которым я занимался, это был перевод Воронежа на семизначную систему нумерации. И я считаю своим большим достижением то, что у нас было ноль отрицательных публикаций. То есть мы подавали материалы так, что журналистам не хотелось с нами спорить и наглеть. Мы давали компетентные комментарии. И вообще вот это искусство пресс-секретарства, да, оно немножечко утрачено, мне кажется, сейчас. И мы наблюдаем во многих компаниях, в пресс-службах работают дилетанты, которые подгоняют отчеты под планы, а планы под отчеты. И реальной работой занимаются какие-то выносные агентства, аутсорсинг так называемый. А сам пресс-секретарь, ну такой, бум-бум-бум. Чукчин не писатель, а чукчин читатель. И даже у нас в Центр Телекоме, я говорю сейчас об этой компании, потому что ее сейчас не существует. То есть я ничей имидж не опускаю. Журналистов было, может быть, два или три. Все остальные были, это школьные училки, это менеджеры по экономике. То есть это не профессионалы, не специалисты, которые успешно работали в пресс-службе, исполняя все больше и больше различные приказы московского руководства. И вообще зачем я затеял этот разговор? А затеял я его для того, чтобы обратить ваше внимание на то, что в конце 90-х годов, когда пресс-службы только создавались, это самый конец 90-х, начало 2000-х, до этого не было пресс-служб. Туда пришли профессионалы, которые умеют это делать. И у меня только один вопрос возникает, где они сейчас? И вот это вот гниение вот этой профессии, да, я прошу прощения за такой термин, оно начинается, мне кажется, с самого верхнего эшелона. Смотрите, кто сейчас пресс-секретарь у первого лица. Где сейчас Сергей Медведев, который был пресс-секретарь? Ельцина в свое время, профессионал, телевизионщик. Где сейчас Владимир Маркин, генерал-майор, профессионал, которого было интересно слушать? Почему его заменили женскими голосами? У следственного комитета, у силовых структур что, женское лицо, что ли? И вот эти девчонки в этих кителях, в генеральских погонах некоторые, по суфлёру доносят информацию, задействована была 41 единица техники и 563,5 человека личного состава, обстоятельства выяснились. Вот это что, пресс-секретарь, который еле-еле, бегая глазами туда-сюда, читает по суфлёру информацию на фоне шильдика, там, какого-то комитета, который он представляет? Ну, это же не профессионалы. И люди же это понимают и видят. Где другие сотрудники, которые... Это Павел Большинов, полковник. Где они сейчас? Почему они не задействованы на государственной службе? Почему они не служат родине? Почему мы их не видим? Это не их вина. Им создали такие условия, что они либо сами ушли, либо их выгнали с этой работы, вытеснили куда-то. Не буду говорить выгнали, вытеснили. Решение уйти из центра телекома я не буду рассказывать долго, но я принял тогда, когда я понял, во-первых, что дальше врать нельзя, врать вообще нельзя, но дальше мне просто сказать нечего. И когда в Воронеже упразднили службу 09, сделали какой-то там номер длинный, центр этой службы находился в Липецке, и там работали люди, которые не знают город, не знают сеть, они знают только, как тыкать клавиши на компьютере. Тогда как в службе 09 работало 30 человек, ну вот во всех сменах это было 30 человек, которые отлично знали сеть. Это были связистки, девушки, женщины, с большим опытом. Им можно было сказать, помните на Плекхановской, там стоит синее такое здание, а рядом с ним киоск, вот там, как туда позвонить? И они могли найти это, просто вот ориентируясь по городу. То люди в Липецке, они первый вопрос задали, вы из какого города звоните? Ну, какова была эффективность этой службы? Никакой. ...справку, жители Воронежской области еще 18 регионов центрального федерального округа теперь могут получить по номеру 118, правда, судя по отзывам, вопросов у абонентов пока гораздо больше, чем ответов у операторов. И мне, честно сказать, когда воронежские новости пришли и попросили дать комментарий по поводу того, почему же так плохо работает новая справочная служба, мне было нечего сказать. Я взял БС, из-за меня отдувался Олег Рафаилович Назарян, который сказал, как и дежурный слава, типа, скоро все будет улучшаться, с таким легким армянским акцентом. На тот момент это был мой зам. Да, доводится наладка оборудования, плюс, значит, добавляются сотрудники, операторы, которые принимают эти заявки. И думаю, что в ближайшее время все вопросы будут с ними. Но я думаю, что до конца года вопросов останется очень много. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Важный момент, когда я ушел из Центра телекома, мне звонит один мой друг, депутат областной думы, и говорит, слушай, ты что из связи ушел? Я говорю, а как ты понял это? Он говорит, я видел репортаж с твоим шефом на государственном телевидении. И по этому репортажу, по каким-то косвенным признакам, я понял, что ты там больше не работаешь. Хотя я там работал 10 лет, и о том, что я оттуда ухожу, никому не говорил. Я говорю, ну а как? Не знаю, ну понял, что тебя там нет. А у шефа у него были какие-то особенности. Допустим, если камеру поставить чуть в сторону, у него глаза смотрели в разные стороны. Ну, у всех у нас есть какие-то особенности. Еще он очень комплексовал по поводу редких волос. И когда сняли перебивку сзади, зашли, я не пускал туда операторов. Я говорил, куда ставить камеру всегда, пинками этих операторов, очень культурно, но я им ту позицию пропагандировал, которая нам нужна. Куда поставить камеру, откуда снимать, нельзя заходить сзади снимать перебивку и так далее и тому подобное. Когда это делаешь культурно, операторы соглашаются. И вот они его сняли, шефа, таким, какой он есть на самом деле. Они ему не стали, как я 10 лет закрашивал в фотошопе всякие редкие волосы, и он всегда думал, что на всех фотографиях он действительно такой. И когда он увидел себя таким, каким его сняло государственное телевидение, он был в бешенстве. Я когда пришел к нему через месяц просто в гости, он начал орать на меня вот прям с порога. Там надо было 20 метров еще дойти до его стола в кабинете. И он начал орать, ты меня предал, ты меня бросил. Ну, руки даже мне не падал. Настолько он был взбешен этим же, видимо, репортажем, который видел мой друг депутат. Тогда он, видимо, понял, что пресс-секретарь имеет какую-то важность и что-то делает не просто так, сидит там на месте. Вот что-то он важное, видимо, делал 10 лет в его жизни. Тогда он понял. Но как бы было поздно, я уже уволился, и он был просто в бешенстве. То есть человек, с которым мы душа в душу проработали 10 лет, он мне руки даже не падал. Настолько он был зол. И в этот момент заходит начальник отдела кадров, не буду называть ее фамилию, Людмила Борисовна. И говорит, да-да, ты такой сикой. Начала она ему говорить. Я говорю, почему? А вот помнишь, ты в Липецк ездил с нами? Ты взял командировку на два дня, а сам через два часа уехал, не стал с нами выпивать. Я говорю, послушайте, я же сделал репортаж оттуда. А зачем ты брал на два дня командировку? Я говорю, во-первых, на расстоянии более 100 километров по регламенту необходимо брать командировку на два дня. Не остался я ночевать, потому что я поехал его монтировать, этот репортаж, потому что программа была уже на носу. Соответственно, я не стал с вами выпивать, не потому что я вас не уважаю. А говорит, вот, ты получил 200 рублей, 200 рублей за эти два дня себе, командировочных. Я говорю, послушайте, я на бензин 400 потратил, съездив в Липецк, там, в другой город. Я на своей машине ездил. Взял бы служебную, сказала начальник отдела кадров. Вот в этой речи все. Вся ненависть к пресс-службе. Взял бы служебную, ты бы еще водителя туда скатал, бензин бы пожег. Почему ты с нами не стал бухать? Мы тебя ненавидим. Вдруг ты умнее, чем мы окажешься. Вот в этом все. И когда вот эти бабы злые напоют шефу, а они обязательно напоют, что вы плохой там человек, и если у вас с шефом нет доверия, то ваша работа обречена. Они возьмут свою дочку, свою внучку, свою племянницу, которая будет заниматься пресс-службой. Это будет уже не пресс-служба, это будет профанация, это будут планы и отчеты. Но многих это больше устраивает, к сожалению, чем серьезная работа, чем профессионал, чем человек, который может ответить на любые каверзные вопросы журналистов фактически в любое время суток. И вся наша работа, она фактически была перечеркнута Москвой. Москва нам звонила и указывала, в какой газете что опубликовать. Мы говорим, да ее же никто не читает. Говорит, а пофиг, опубликуйте в этой газете. И вот эту информацию. Да это же не актуально для нас. Говорит, да все равно, вам сказали вот это опубликовать. И закончилась эта вся бодяга одной телебайкой, которой бы я сейчас хотел завершить программу нашу. Однажды по запросу нашей Воронежской и Липецкой на тот момент епархии, а у нас просили денег на строительство Благовещенского собора. Сейчас он уже достроен и пущен в эксплуатацию. Меня вызывает мой шеф и говорит, напиши в Москву письмо, а деньги уже все, которые мы зарабатывали, были там уже. Мы ими не распоряжались, и мы могли только попросить, а нам говорили, ну извините, мы в этот раз не можем, вот в следующем. И вот так у нас строилась коммуникация у нашей пресс-службы с как бы внешним миром, когда мы сами ничего не могли решить. И мы с моим шефом написали письмо в Москву, что мы просим выделить миллион на строительство Благовещенского собора, так как это важнейший объект в городе, религиозный, культурный, он находится на центральных улицах, ну и так далее, там подобное. Мы обосновали. Миллион, даже 10 лет назад, для такой конторы, как Центр Телеком, это не очень большие деньги были, масштабы проектов. Масштабы глупых, бесполезных проектов, таких как высаживание каких-то аллей славы, там неизвестно где, организации каких-то музеев, неизвестно для кого и прочее, на которые тратились бешеные деньги. Это были небольшие деньги, и в общем-то тема была достаточно актуальной. Мы написали это письмо, и никакого ответа не получили. Нам даже не отказали, мы просто не получили никакого ответа, а не поставили этот запрос в игнор. Но перед Новым годом, я еще работал в управлении, мне звонит телефон, алло, алло, это из Центра Телекома, да, окажите, пожалуйста, помощь, они нам разрешают оказать из наших средств помощь, одному из приходов в Костенках, в котором проходят реабилитацию бывшие заключенные. Мне вопрос, сколько? Какая-то сумма, ну вот, ну ощутимая, ну для компании, конечно, она небольшая, ну 1300, я не помню. Я говорю, хорошо, с кем там связаться, скажите? Они говорят, там работает отец Олег, вот с ним свяжите. Какой отец Олег в Костенках, он приходит. А фамилия, говорю, фамилия Сеострик. Олег Сеострик, ничего, я записал, думаю, что-то я не знаю такого священника. Воронеж, хоть и большой город, но как-то все друг друга знают, кто в этой сфере общается. Ну ладно, записал, потом вечером я обсуждаю с другим человеком, я говорю, вот в Костенках там вот сказали отец Олег, там нет никакого отца Олега, там отец Алексей. Я говорю, да я знаешь отец Алексея. И я только потом врубаюсь, что Олег Сеострик это Алексий Острик. То есть Алексий они произносят как Алексий, а Острик это его фамилия. Они это восприняли по-своему, Олег Сеострик написали. И вот это слово Сеострик у нас стало теперь нарицательным. Такой какой-то невзрачный человек. Я ни в коем случае не хочу никак обидеть этого священника, как бы, и никого из священства. Просто вот так формируются байки, и так формируются устойчивые телевизионные шутки, когда вот это выражение Сеострик, говорит, ну что ты делаешь Сеострик, ну ты недотепа, типа вот ботаник. В таком ключе мы сейчас это используем. Те, кто знают эту историю, это было очень прикольно. Минутка саморекламы. Если у вас есть свой бизнес и вы нуждаетесь в информационном сотрудничестве, то наша программа Телекухня, наша редакция, наша съемочная группа готовы сделать так, чтобы о вас узнали в самом лучшем свете. Мы сможем подчеркнуть ваши преимущества и сделать это в такой форме, которая будет интересна вашей аудитории. Адрес для первичной коммуникации на экране. А для всех остальных, кто смотрит нашу программу и хочет оказать нам помощь, не нужно переводить никаких денег. Просто нажмите кнопочку «Поделиться», именно кнопочку, поставьте лайк и напишите какой-нибудь комментарий, потому что очень многие люди, посмотрев мои программы и сюжеты, пишут в личку. Я говорю, напишите публично, чтобы все почитали. Мне, конечно, приятно, что вы пишете мне лично, но будет здорово, если вы напишите это под видео. У меня есть один рукодельный знакомый, который приехал из Узбекистана и рассказывает, насколько ему, русскому, здесь, в России, после приезда сюда с детьми, с семьей, живется лучше, чем там. Все-таки у русских есть такой недостаток – неблагодарность. Вот у американцев день благодарения, они это благодарят. Вот они иду сели есть, даже если они неверующие, или там, ну, не сильные церковные люди, они все равно говорят, благодарим тебя, Господи, за то, что ты нам послал эту еду. Ну, по фильмам знаем. А у нас как-то нет, вот послал, что-то мало послал, вот дайте мне больше, Бога, если просит, дай нам то, дай это. Давайте благодарить. Давайте благодарить друг друга, благодарить высшие силы за то, что мы имеем. Многие из нас имеют две руки, две ноги, два глаза, имеют машину, имеют детей, семью, имеют живых родителей. Давайте благодарить за все это. И, как говорит народная мудрость, Бог даст еще больше. Я поздравляю всех с Новым годом и с праздником Рождества Христова. Я желаю всем в Новом году счастья, здоровья и благополучия. Но самое главное, желаю всем любви, что является, мне кажется, самым главным в этой жизни. Всех вас обнимаю. До встречи в следующих программах. До свидания. Выпал снега, наступила зима. Зрелая, смелая, белым шарфом задушила дома. День, как миг, сделала бесполезные пустые слова. И без шапки вся в снегу голова. Север она дула, все перечеркнула, всех чудаков прогнала по домам. Просто прилетела зима в глаза, 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 глаза. Я беспокоен. От твоих метелей так просто сойди с ума. Взвесив все против, я уйду без боя. Хоть кричи, хоть не кричи, Хоть буй, хоть беги, Хоть оставайся. Что-то сделали, наверное, не так. Не замерзнуть, постарайся. Быстро опустили улицы, фонари от снега жмурятся. Кораблям во льдах, Уснувшим ночью сниться весна. Просто прилетела зима Глаза в глаза, 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 глаза. И в боли я не войну. От твоих метелей так просто сойди с ума. Взвесив все против и за, я уйду без боя. Взвесив все против и за. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok